Это место отдыха жизнодорожников станции Бенео в Мангастауской области. Здесь они укрываются и зимой, и летом в перерывах между работой, которую выполняют и днем, и ночью. Если спать им приходится на бетонном полу в помещении с дырявой крышей. Курал Саймондарамыз еске, кейм сапасы көте нашар, ызданияларымыз еске, текникаларымыз еске, херап жатыр. Кыста жазда отырып, біздердің тама шедің жерлеріміз жоқ. Гаражларымыз құлау атыр, техникаларымыз шағылып атыр, еске қысқа. Бутестердің жылы сұл бұл күті, сұны сұл көтіп, асына бетон көттіп, ол ұстанда құлау атыр. Біздің айлық жалақымыздың осындай аздығына байланысты, осы ойымыз жасалмауына байланысты. Біздің айлық жалақымыздың көтіп үнді сұраймын. Қазақстан темір жол кампаниясының басшылары, Саурамбайыптан бастап, Сапы, НДС, САЖЕС, барлық басшыларға, және біздің үкімет басшысы, құл ұл қыңдың ұймет басшылары сұраймын үкімет басшылары. Они требуют от руководства компании как минимум 20% повышения. При службе нацкомпании Азатыку сообщили, что знают о протестах рабочих и проблема решается. Для предоставления более развернутого ответа попросили отправить официальный запрос. Озвучить свои жалобы в интернете жизнедорожники Бенео решили после обращения их карагандинского коллеги Бакатбека Жапекова. Оно было опубликовано в интернете 6 января. Жапеков также говорил о плохих условиях труда и низких зарплатах. Ранее жизнедорожники неоднократно выходили на акции протеста, требовав повышения зарплаты и улучшения условий труда. В 2022 году работники Бенео проводили 5-дневную забастовку. Тогда руководство КТЖ пообещало частично выполнить их требования и люди вернулись к работе.